Здравствуйте! Приветствую вас на видео канале Доктор Скачков! А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачков. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Автор более пятидесяти опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности, как правильно лечиться, чтобы вылечиться и жить без болезней. А именно, что такое 25-й водный тест. Этот тест появился, когда я переводил свою книгу «Как не умереть в теплую и жаркую погоду». Иными словами, как не умереть при температуре плюс 18 градусов по Цельсию и выше на немецкий язык. В английской и французской версии только 24 водных теста. И этот тест достаточно простой. Для его визуализации я решил воспользоваться этими емкостями. Это клетка, где идет обмен веществ. Это саинтая ткань, через которую идет обеспечение клеток продуктами питания. И удаление продуктов жизнедеятельности из организма. Это кровь, имеющая определенный почти стабильный объем. Ну и это ваша пищеварительная система. Иными словами, ваше желание испытать возможности системы. Когда вы употребляете кондитерские изделия, то безусловно, вы стимулируете выделение разных секретов. И когда вы рассасываете кондитерские изделия во рту, у вас выделяется слюна. Иными словами, из сыворотки крови, через слюны и железы, часть воды перемещается в просвет желудочно-кишечного тракта. Как только вы кондитерские изделия проглатываете, дополнительная часть воды из кровеносной системы выделяется уже в просвете желудка. И желудочного сока обычно в 3-4 раза больше. Что происходит, если ваша система саморегуляции плохо отрегулирована? Уменьшение объема свободной воды в сыворотке крови приводит к тому, что появляется чувство жажды. И у вас появляется желание употреблять какие-то напитки. Кто-то пьет воду, кто-то пьет газированные напитки, кто-то пьет алкогольные напитки. Но! Если у вас в связи с употреблением кондитерских изделий появилось желание выпить воду, это говорит о том, что ваша система плохо отрегулирована. И уменьшение объема свободной воды в сыворотке крови приводит к увеличению вязкости крови. А это риск для острой сердечной недостаточности у людей более молодого возраста. А также инфаркта либо инсульта, когда у людей более зрелого возраста уже нарушено состояние сосудов. Безусловно, если вы небольшое количество кондитерских изделий употребляете, то система саморегуляции и санит ткани вернет нужное количество воды в сыворотку крови. И вязкость крови восстановится. Уменьшится? Уменьшится и кардиологический риск. Но, если у вас аппетит становится несколько больше, вы не можете вовремя остановиться. Процесс продолжается. И вязкость крови вновь увеличилась. И продолжительность этого процесса и этого теста зависит от того, насколько вы понимаете, что такое здоровый образ жизни в широком понимании этого слова. И какие резервы воды вы в своем организме создали. Клеточный уровень очень плохо отдает воду. А санит ткань очень легко может обезваживаться. И цель выживания организма все-таки поддерживает вязкость крови на достаточно низком уровне. Чтобы у сердца была минимальная нагрузка для обеспечения кровообращения. Под минимально необходимым давлением для того, чтобы не проверять на прочность сосуды. Однако, если ваш аппетит становится слишком большим, этот водный тест может очень плохо закончиться. Слишком высокая вязкость крови, Эдвард, инсульт, острая сердечная недостаточность. Особенно это важно, когда этот тест проводится в условиях теплой или даже жаркой погоды. Иными словами, когда конкурент за свободную воду в сыворотке крови, не только кондитерские изделия, но и системы терморегуляции. Я имею ввиду испарение воды для охлаждения организма через кожу и органы дыхания. Вот если на эти потребности вы не создали достаточные резервы, все может плохо закончиться. Ну, в книге, переведенной на немецкий язык, есть все 25 тестов, а в книгах на английском и французском языке пока 24. Когда книга на немецком языке, на сайте Amazon будет в свободном доступе, я имею ввиду бесплатный доступ. Купить вы можете вот сейчас. Но, когда я запущу на этом сайте акцию, и вы сможете бесплатно скачать книгу на Amazon, вы в этом видео, под этим видео, вы увидите комментарий, мой комментарий, и вы можете спокойно заходить на Amazon и бесплатно скачивать эту книгу. Она важна всем, потому, как температура плюс 18 градусов по Цельсию встречается в окружающей среде большинства. В летний, осенний, весенний период времени, а зимой вы находитесь в помещении. И там, как правило, тоже не прохладно. И в зависимости от уровня вашего здоровья появляются риски для здоровья. И нужно знать, думаю, что больше. Этот тест, он очень простой и очень показательный. Другие тесты не менее показательны. Вы можете неправильно употреблять продукты питания в зависимости от уровня вашего здоровья и условий окружающей среды. И тоже создавать проблемы для системы терморегуляции. Но больше знаете, лучше спите. Самое опасное время ночи, кондитерские изделия на ночь очень опасны. Вы можете создать слишком большие проблемы для своего организма. Ну а на этой позитивной ноте, предупрежден, вооружен, я это видео буду заканчивать. И подумаю, какое еще видео написать на тему здоровья активного долголетия и опубликовать для вас. До новых встреч на моих каналах. Доктор Скачко. Школа Доктора Скачко. А также Школа Доктора Скачко в Инстаграм. Если вы понимаете, что это видео могло вас уберечь от серьезной опасности, не забудьте поставить на это видео лайк. Можете сделать репост. Можете написать в комментариях те, у кого есть желание пить воду в связи с употреблением кондитерских изделий. Теперь вы знаете, чем это может закончиться. Конечно, употребляем просто воду. Да, вы можете увеличить вязкость, снизить вязкость крови, восстановить воду в кровеносной системе. Но кондитерские изделия вы не можете контролировать, сколько вы их съели. А также потребности организма на охлаждение. Потребности организма на очищение через почки. Поэтому этот простой и доступный тест нужно правильно использовать. И использовать кондитерские изделия в зависимости от тех запасов воды. Мобильной воды, которую вы создали в своем организме. До встречи на моих каналах. Продолжение следует... Продолжение следует...